Сейчас мы будем выполнять манипуляцию, внутривношечную объекцию вверх и наружных мандранах, ягодицах. Руки у нас вымыты гигиеническим способом. Перчатки. Что нам для этого нужно? Изначально мы достаем лоток стерильный для стерильного материала. Достаем мы его таким образом, чтобы не касаться краёв. Мы его выкладываем в себя на руку. И края при этом остаются стерильными. Дальше нам нужно некоторое количество шариков стерильных для того, чтобы обезразить поверхность пациента. Пинцет желательно держать чуть-чуть подальше, не касаться краёв. Дальше мы должны смочить стерильные шарики. Растворем. Делаем это вот таким вот образом. Закрываем раствор. И убираем на время фрикса. Далее для транспортировки стерильного ботка, если нам понадобится отнести это в палату пациенту, нам понадобится ещё марля, но это немножечко позже. Далее шприц. Открываем его со стороны плашной. И вот таким вот образом присоединяем к конюре. Далее мы набираем необходимое количество раствора. Далее набираем раствора на данный банан, приблизительно в яйце, 5 миллилитров. И кладём его в стерильный лоток. Далее, как я уже сказал, для транспортировки к пациенту нам может понадобиться мады. Вот таким вот образом мы накрываем и защищаем инъекции от попадания микро. Дальше мы транспортируем это всё в палату пациенту. Придя к пациенту, мы рассказываем ему о том, какие мы эмпуляциями проводить. Разбираемся в том, что он понимает все процессы, которые сейчас проходите. Первым стерильным шариком мы протираем большую поверхность ягодицы. Вторым стерильным шариком уже непосредственно ту область, тот на верхний наружный квадрант, в который мы будем кладить. Третью ватку мы вот таким вот образом зажимаем мизинцы, она нам пригодится чуть позже. И шприц берем вот таким вот образом, чтобы вот этот палец был у нас как бы фиксатором. Потому что иглу нам нужно будет оставить где-то на 3-5 мм над кожей. В случае её надлома мы могли её потом вытащить. Дальше мы раздвигаем кожу в той области, в которую мы должны сделать инъекцию. И под углом 90 градусов, быстрым движением, вводим иглу. Опять же повторюсь, что мы оставляем 3-5 мм для того, чтобы в случае надлома можно было иглу вытащить. Далее левой рукой мы приподнимаем поршень на несколько миллиметров. Посмотреть, не попали ли мы в сосуд. В случае попадания в сосуд, на дне шприца мы увидим кровь. Если крови мы не обнаружили, значит мы в сосуд не попали. И спокойным плавным движением вводим лекарство. Чем медленнее мы вводим, тем менее болезненное ощущение получает пациент. Мы ввели инъекцию до конца и вводкой, которая осталась у нас в левой руке, вот таким вот образом, помогаем вытащить шприц и немножечко массируем для того, чтобы болезненное лекарство, если оно болезненное, быстрее рассосало. Все используемые нами вещи мы выкидываем в нестерильный лоток для дальнейшей утилизации. Пациент может одеваться, процедура закончена.